Привет, друзья! Седьмой день проведения СВО в Курской Народной Республике. ВСУ полностью освободили райцентр Суджа в Курской области, за который велись ожесточенные бои. Официально украинские власти это еще не подтвердили, и это неудивительно, ведь курская операция проходит с минимальным освещением ее со стороны Киева. Московский режим также не торопится признать потерю города, ведь хвастаться тут особо нечем. Однако российские военкоры и блогеры уже распространяют эту информацию. Так Подоляко в своем ТГ-канале написал. Курское направление, Суджа. Противник выложил видео заезда своей ББМ в восточную часть Суджи. Маршрут на скрине. Машина противника едет спокойно, не боясь огневого воздействия с нашей стороны. Таким образом можно говорить о том, что обходной маневр с севера и юга заставил нас бросить город. Так и есть, украинские бойцы спокойно разъезжают по восточной окраине Суджи. Хотя еще вчера город был разделен на две части, и восточную часть контролировали российские боевики. Украинский броневик спокойно и не спеша проезжает по окружной дороге. По нему даже не ведется огонь. Это свидетельствует о том, что в восточной части города российские формирования отсутствуют. Суджа полностью освобождена. Другой российский телеграм-канал пишет. Несмотря на продолжающиеся споры в медиапространстве о том, взяли в СУ районный центр город Суджу на пол шишки или же полностью, я могу сейчас точно сказать, опираясь на имеющиеся в моем распоряжении факты и сведения, что Суджа, к сожалению, находится под контролем противника. Противник заводит в город тяжелую технику. Очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Посмотрите, как в 2022 году некоторые жители Суджи поддерживали решение Путина о начале полномасштабного вторжения России в Украину. В душе сегодня гордость за нашу страну, за то, как поддерживают нас наши люди. Посмотрите, посмотрите, сколько людей вышли, сколько людей рады поддержать наших воинов, нашу страну. Смотрите, нашего президента. Смотрите, как мы все сплоченно вышли сюда. Мы поддерживаем решение нашего президента Владимира Владимира Владимировича Путина, потому что дальше эти унижения уже хватит. Хватит 8 лет издеваться над детьми Донбасса. Хватит унижать Россию. Мы целиком и полностью поддерживаем решение наших президентов. И радостный, и приятный, и грустный, потому что идет такие бои. А фашистам надо бить души, потому что если не удавить их на корню, они нас душат здесь. Тем более готовили и атомную бомбу. Я, как прошедший участник боевых действий, я это поддерживаю. И, считаю, что это своевременно, неправильно наше правительство поступило для того же. Хочу хоть как-то поддержать наших военнослужащих, которые сейчас воюют, поставляют свою жизнь из нас. Пускай у нас нет возможности помочь им как-то там. Но здесь сегодня все собрались, где насельчаны, за мной в городах. Как бы как-то поддержать наших воевых товарищей, которые дают жизнь на нашей имени. Спасибо им большое. Интересно, где сейчас находятся все эти умники? Хотелось бы всех их найти и взять у них еще одно интервью. Поинтересоваться, что они думают об СВО, о Путине и о ситуации в целом. А тем временем украинские ДРГ замечены в 20 километрах юго-восточнее Суджи, в населенном пункте Гирьи. Это уже соседний Беловский район Курской области. Село находится в 13 километрах от границы с Украиной. Сюда иди, да, Миша? Кресты. Кресты, все нормально. Пошел в сторону Белой, в сторону Белитцы, пошел, пошел. Кресты, все как надо. Хуярит как надо, крупнокалиберного пулемета, блядь. Ни флага, ничего, пехоты тоже нет. Все, короче, как надо. Война, ребята, такая у нас сегодня интересная. За прошедшие сутки ВСУ освободили 70 квадратных километров территории. И общая площадь освобожденной территории Курской области составляет 720 квадратных километров. СВО в Курской области будет продолжаться до полного выполнения поставленных задач. Подписывайтесь на канал, впереди будет еще много интересного. У нас просто там амуниция, не маем куда, честно. Ну ладно, потихоньку давайте делаем. Так, але ви украинською говорите. Так, я хоть и не украинка, но по-украински, да. Так что, слава украине! Слава!